добрый день дорогие друзья салам алейкум из нашего заснеженного казахстана снег пошел сегодня ролик будет очень короткий просто хочу дать наколку на ситуацию которая может возникнуть неожиданно вот привезли две такие батарейки это с китайских погрузчиков одна вторая на поверку батареи не крутят привезли хотели уже списывать начал с обслуживания как обычно рассверлил плотность 130 уровень маловатый но с этой батарейкой нормально здесь у нас показатели в принципе крутящий после обслуживания надеюсь они еще улучшится эта батарейка тестер ее вообще не брал тестер показывал всем вольт но мультиметр показал 11 вольт на батарее но первое что пришло в голову наверное замкнула банка начал по очереди рассверливать искать замкнутую баночку и дошел до минусовой до последней банки оказалось что она абсолютно обсохшая ну первая мысль была конечно что раз обсохла значит наверно замкнутая попытка не пытка как говорил сталин давайте зальем дистиллированную водичку начал лить водичку и смотрю что водичка идет идет 300 миллилитров уже 6 шприцов захерачивая берегов не вижу а потом обратил внимание что оказывается под ней лужа и по итогу что у нас получается батарея просто-напросто у нас пробитая вот я сейчас рассвернил чтобы слить воду обсушить ее и сейчас займусь ремонтом трещина прям самого низу на самой жопе как говорится сейчас попробую за плавить эту трещину отремонтировать корпус буду заливать электролит и посмотрим что из этого получится заработает батарея или нет ну так я слегка смочил ну как слегка 300 миллилитров почти 300 миллилитров шесть плитцов захерачиваю воды и часть воды она все-таки впиталась в пластины потому что вылилось очень мало воды ну там не знаю грамм 200 наверно давайте посмотрим чтобы это было более наглядно после смачивания водой что покажет нам от нет он не хочет цепляться напряжение не хватает в нашем тесте есть сопротивление которое и гасит от часть напряжения о назад ухватился ухватился так 850 ампер уже появилась 953 вольта это мы смочили только водой так ну давайте давайте будем запаивать заливать электролит придется эти дырки опять пробки у меня заканчиваются но делать нечего сейчас мы эти пробочки установим перевернем батарею и начнем заправлять ее так и 5 подъехали клиенты здравствуйте за вам алейкум с батареи водичка стекла и получилось как раз 300 миллилитров на этой стороне 300 миллилитров как раз то что я туда запиздячил так видно что вода плотность 1 так по сути дела получилось неприятная ситуация в том плане что часть пластин она впитала водичку и теперь добиться плотности такой какая требуется у нас будет проблематично проблематично в плане того что я стараюсь покупным электролитом не пользоваться по сути дела по идее мне нужно в эту банку добавить корректирующий теперь электролит где-то плотность 134 возможно даже 136 во всех банках в остальных банках у нас плотность 132 в этой батарее поэтому я буду делать следующее отберу этих банок электролит 132 в этой батареи у нас также плотность она уровень занижена и плотность также завышенная видно на 131 и немножко отберу с этих банок с этой батареи дабы залить в эту банку именно заводской электролит после этого скорректирую те баночки остальные водичкой и ну по сути дела как я буду с ней работать наверное в этот ролик не включу хотя ну посмотрим посмотрим поглядим друзья ну вот батарею перевернул уже начал мы с той стороны как видим пробки пришлось промазать герметиком одно важное замечание что если пластик тонкий либо сверлить под эти клипсы сверху на 7 и 9 7 8 либо все-таки для подстраховки нужно использовать герметик так ну вот где-то в этом месте у у нас пробоина также возможно пробоина и здесь моргает свет попробуем вот так вот вот в таком состоянии днище скорее всего просто батарею тащили по по земле тащили по земле я образовалась вот такая вот такой след также надо будет вот это место нам усилить и где-то вот либо здесь но это как начну заплавлять она эту трещинку я надеюсь увижу так для того чтобы почистить промыть сгонял домой привез свою зубную щетку не забыть и забрать домой эту завтра с нечищенными зубами поеду так вот таким образом промываем вычищаем перед тем как начать заплавлять земли быть там в нашем швей не должно быть так ну что приступлю где-то где-то вот здесь вот в этом месте скорее всего у нас и пробоина где-то здесь ладенько начну заплавлять как заплавлю покажу результат своей работы работу закончил вот таким образом запаял здесь тоже усилил и теперь будем делать откачку электролита вот так выглядит наш перевертыш занимаемся откачкой ну что сделал отбор по 60 миллилитров 60 по 120 миллилитров итого получилось у нас 600 и батарейки у нас вот такой уровень вот такой уровень плотность электролита у нас плотность отобранного электролита 132 132 это замурчательное дело в том что раз эта банка не работала значит эти банки кипели и будем считать что сульфатация выбита с этих банок напрочь так что мы делаем следующее сейчас зальем один шприц 60 миллилитров и проверим на предмет подтекание капает у нас не капает но у нас не капает точно вот с батареи капает или нет так давайте залью и проверим посмотрим так но в принципе залил 180 миллилитров и по большому счету магнаде все спокойно нигде ничего не бежит и не капает поэтому выливаем остатки электролита в эту банку и будем искать берега потихонечку буду отливать с этих пяти банок в эту у нас условно в этой банке по-любому будет плотность намного ниже чем в этих наверно грамм 300 миллилитров 300 может даже все 600 возьму еще стой батареи он стой чтобы долить в эту банку но сейчас посмотрим условно в ней должно быть 4 6 литров электролита я честно говоря не знаю можно высчитать объем но блять башка не работает и ну как будто мне делать делать больше нечего будем методом научного тыка работать и так залив пол-литра пол-литры и у нас ей настраивайся оперный театр так сколько там не видно так 70 это 30 миллилитров да мы видим а нет 40 миллилитров так и что у нас здесь здесь у нас в принципе практически мы угадали ли не угадали нас тоже 40 40 40 40 45 40 так в принципе мы пол-литра нам было достаточно чтобы заполнить сделать этот перевес теперь мы сделаем следующее отберем еще по 30 миллилитров с каждой банки и добавим сюда затем добавляем в каждую банку по 150 миллилитров воды нет нет ни по 30 а по 20 то есть мы отберем еще 100 миллилитров и добавим вот в эту баночку в эти банки добавляем по 140 миллилитров воды и уровень у нас должен выровняться с учетом того что у нас здесь водичка то водичка что я доливал она впиталась в пластины и будем считать что у нас будет более такая точная корректировка ну что погнали наши городских пришлось отобрать по 30 миллилитров с каждой банки и получается у нас вот такой уровень в этой баночке и в остальных вот такой то есть на 10 миллиметров у нас это на 10 миллиметров 10 может 12 миллиметров здесь уровень больше но плотность при замере рефрактомером рефрактометром у нас здесь получилось 129 во всех остальных банках плотностью твою мать кислота попал в ранку плотность получилось 132 во всех остальных банках поэтому сейчас я добавляю в эти банки по 40 миллилитров это как раз чтобы выровнять уровень с этой банкой и заливаем во все банки по 120 миллилитров воды включая и ту банку которая у нас была обсохшая таким образом более-менее мы постараемся скорректировать плотность во всей батарее и так друзья давил долил вернее водичку примерно у нас уровень одинаков во всех банках но корректировку я в принципе буду делать еще в процессе работы с этой батареи но теперь момент истины вот такие значения были у нас на момент прихода батареи поэтому эти батареи привезли потому что они перестали крутить но перестали крутить именно вот из-за этой батареи как они не обратили внимание что там пол-литра выливать электролита но это пусть они сами разбираются так на цепили крокодайлики и давайте мы практически вот только залил пять минут еще не прошло наверное и посмотрим на как на параметры сдохло у нас батареи дохло или не дохло и так 850 ампер до ее итак видим 31 процент по соку появился у нас уже 478 амперчиков пусковой ток 379 сопротивление и напряжение 12 64 так сегодня я с этой с этими батареями делать ничего не буду вернее долью в эту батарейку еще по 120 миллилитров воды во вторую дабы вывести уровень нет постольнику постольнику долью и есть у меня еще пациента с кем надо пообщаться время уже 7 час и надо двигать домой надо надо блять вот надо без надо короче как то так ну на этом я думаю что пора заканчивать этот ролик смысл был и показать именно причину выхода батареи из строя по причине того что этом батарея эксплуатировалась с дырочкой в правом боку но не хочу вас разочаровывать наверное все таки продолжим удлиню этот ролик и доведем нашу работу до логического завершения до наглядного завершения чтобы это не было на пальцах на листке бумаги и с волосатыми пальцами но у меня пальцы не волосатые блять они у меня сожженные на маникюр на дыши не еб твою мать нет не забыть заехать наши китайские погрузчики отстоялись часов 19 20 наверное сегодня воскресенье да и прихворал немного ехать на работу не хотел но клиенты не дадут помереть спокойно так давайте замерим что у нас произошло за это время с нашим пробитым другом да ёб твою мать проверьте соединение так ну что 55 процентов за время отстоя 31 55 ну уже что-то уже что-то теперь нам нужно перемешать электролит давайте посмотрим что нам дала корректировка так плотность 120 120 120 здесь и на 2 батарейки у нас сюда я долю по 60 миллилитров воды и плотность у нас 128 128 128 ну желательно конечно сделать корректировку но делать корректировку я не буду батареи новые электролит заводской блять или сделать а наверное все таки сделаем мы корректировочку сейчас я беру по 60 миллилитров вот этого электролита и добавлю по 60 миллилитров водички во все баночки после этого начнем с ними арбайтен свободная пара для китайских погрузчиков у нас образовалась на 55 вымпели и давайте будем ставить установки давайте для начала по 4 амперчика дадим посмотрим как батарейки разгоняются и 17 вольт то же самое здесь все включаем зарядники и вилка была отключена все поехали этот вампилог у меня после ремонта установки надо делать на одну точку меньше на одну шишечку потому что выставляю 4 он гребет 414 2 ну вот после ремонта такие у него небольшие но проблемы образовались так ну что это батарейка у нас вот это у нас вот как раз дырявая батареечка которая была с дыркой в правом боку здесь у нас вторая батарейка которая была в нормальном состоянии а нет прошу прощения ошибочка вышел вот это вот у нас нормальном состоянии которая батарейка это которая с дырочка в правом боку на оборот ну что давайте вам пилочки тяните этих китайцев вытягивайте за уши как видим наш пробитый легко добирать добежал до 17 вольт вторая батарейка 16 6 на 4 ампер и вот друзья как раз тот случай когда нужно воспользоваться функционалом вымпила дело в том что то баночка которая была у нас обсохшая она реально отстает от тех банок которые у нас от 5 банок которые брали всю нагрузку на себя вместо нее вернее не вместо до вместо это 6 банки которая у нас была пустая и поэтому вот эти пять банок они легко разгоняются то банка которая у нас была отстающей которая была пересохшая она сейчас не принимает необходимый заряд так как эти пять банок у нас разгоняются быстрее поэтому что мы сделаем мы перейдем на 3 ради алгоритм так второй профиль так это у нас еще было это 5 алгоритм надо так давайте первый профиль немножко переиграем выставляем 3 алгоритм первое напряжение у нас 17 спорт так и останется так как она очень резко добегает а здесь мы ставим 4 14 с половиной и дадим возможность этой баночки немножко догнать эти пять банок потихонечку у нас напряжение должно по идее по идее снизится и прийти вот к этому знаменателю здоровый вот это есть ну сейчас на было перезапустить ладно сейчас алгоритм у нас заработает ну все алгоритм заработал у нас на 4 амперах долетает до 17 и должна произойти отсечка отсечка напряжение будет падать до 14 с половиной и затем вот таким причинным методом мы постараемся выровнять очень редко пользуюсь вот такими импульсными зарядами но сейчас именно тот случай когда нужно вытащить одну банку из состояния засухи время 32 минуты так у нас здесь что-то времени выставлено все продолжаем работу спустя два часа выпил очки нам дали знать что заряд окончен заряд отключение и опять клиент позвонил что надо сегодня ему забрать поэтому два часа даем отстояться 127 плотность здесь тоже 127 плотность и давайте ну что придется делать на корректный замер давайте сделаем и буквально через час приедет клиент за ними и заберет эти батареи так привез он вместо них другие так грядеристы норовки чистые 73 процента мы видим на нашем замуруще с пробитой с пробитой боковиной с дырочкой в правом боку так что нам покажет 2 ну батарейка она в принципе она дойдет до своих показателей и с клиентом нужно будет поговорить чтобы вот спешка опять спешка им надо делать деньги и эти деньги они делают любой ценой в принципе для них эту батарейку купить как два пальца в асфальте те же самые параметры что и были до начала обслуживания было 81 сейчас 82 но по крайней мере это батареечка она потихонечку подогонит вторую и какой-то ресурс я не могу предсказать какое-то время по идее батареи еще должны послужить хотя вот эти батареи они неплохие китайские привозили и шестилетние и семилетние были и еще в нормальном рабочем состоянии также на погрузчиков они работают на гонах на набор станках такого типа батареи ну производитель хотя сейчас китай производители они в принципе все одинаково хорошо работают поэтому так ну что на этом наш ролик так же будет закончен потому что дописывать у меня не будет времени очень много работы сейчас надо заняться вот с этими тремя батарейками это батарейка также пробитая надо будет ремонтировать корпус здесь надо проводить техническое обслуживание ну еще вот эти с этими надо разобраться поэтому надеюсь что кому то было интересно посмотреть мою работу вам прошу прощения за паузы говорю по моему приболел но работать надо ну что друзья всем добра удачи здоровья всего самого наилучшего берегите свои батарейки всем пока всем пока всем пока